Вера и неверие Юлии Алексеевне Зрожевской 3 ноября 1948 года Да поможет вам Господь и Одигитрия! Как вы себя чувствуете теперь? Во всяком случае, не унывайте. Мир кажется большим с человеческой мерки, но не с Божьей. Он видит все, и все наши состояния внешние и внутренние всегда у Него перед очами. Любовь же Его и всемогущество попускают совершаться с нами только тому, что послужит в конечном итоге к величайшему нашему благу. Поэтому и лучше всего нам покориться под Его крепкую и любящую руку и все принять с благодарностью. Это большой духовный подвиг, но принудить себя к этому необходимо. Он характеризует все устроение человека. Без этого все наше доброе мало имеет цены. Наш путь к спасению – терпение с благодарностью, во всяком случае без ропота, всего случающегося. Мы потому остро воспринимаем скорби, что почти не верим словам Евангелия, готовы поверить всякому человеку более или менее порядочному, а вот Господу не верим и не доверяем. Это непонятно, пожалуй, рассудку, а внимание к себе показывает, что это именно так. Нужно немало внутренне потрудиться, чтобы получить живую веру в Господа и слова Его. Только при этой вере становится легко жить и переносить все тяготы жизни, тем более, что она – коротенькая подготовка к вечности. Простите за празднословие. Желаю вам приобрести новую веру и преданность Господу. Письма студентам Московской Духовной Академии 20 октября 60-го года Сегодня мы получили твое письмо. О карте Антарктиды я читал. Я ничему не удивляюсь. Все внешнее – ничто перед внутренним миром. Мне кажется, что будут находить все больше и больше доказательств внешних, истинности Библии. Но, увы, пушкой не пробьешь духа мира сего. Немногие воспользуются и фактическими доказательствами. Если не верят Моисею и Пророкам, то, хотя мертвый воскреснет, не поверят. У нас выпал снег сегодня, сантиметров 15. Настоящая зима. Пиши чаще, да хранит тебя Господь. На сердце у меня хорошее отношение к тебе. Хочется сказать что-то ласковое. Спасайся, родной. Держи себя в трезвении и телом, и душой. Помоги Господи всем. Письма студентам Московской Духовной Академии. 7 декабря 60-го года. Ты, конечно, прочитал статью «В правде» за 5 декабря Александра Осипова. Александр Осипов, профессор Ветхого Завета Ленинградской Духовной Академии. К моменту отречения был под запрещением за вторичный брак. Твое отношение, да и всякого неглупого человека, понятно. Мне бы очень хотелось знать подробнее и лучше, как отнеслись учащиеся. Понятно ли им, что этот несчастный показал себя в своей статье таким нравственным ничтожеством? Главное, не замечая этого, что статья производит на читателя действие, обратное тому, чего хотел автор. Он и сам не оправдался и религии не повредил, а показал, что Господь обнаруживает в свое время скрытых иуд и выкидывает их из церкви. Обратил ли ты внимание, что в разделе о молитве перед словом «богослужение» стоят три точки? Я не сомневаюсь, что здесь было какое-то пакостное слово. Даже редакция не сочла возможным напечатать его. Дух, водивший его пером, всю свою злобу излил главным образом на богослужение и на молитву Иисусову. Обрати на это внимание. Падший человек во время молитвы, искренний и правильный, входит в общение с Творцом мира, получает от него великие милости и силу отгонять могучего Духа, мнящего о себе быть равным Богу. Как можно стерпеть это унижение? Вот он и изливает свою злобу и ненависть на молитву и богослужение. Пусть поймут все значение и силу молитвы и милость Божию к нам, падшим. Несчастный Александр своими словами о молитве показал, что он никогда ни разу не помолился, а, следовательно, никогда и не верил в Бога. Он не отрекается ни от Бога, ни от христианства, а отрекается от того представления о религии и Боге, которое он имел. Печально не столько то, что профессор, инспектор и даже временный ректор Духовной Академии отрекся от Бога, Христа, сколько то, что оскудела страна наша верующими, образованными людьми. Не стало людей, способных воспитывать в духовных школах будущих пастырей. Печально и то, что ни преподаватели, ни учащиеся, не могли распознать, что представляла себя Александр Осипов. Из его статьи, напечатанной в «Правде», видно, что он из религии не познал ничего, кроме внешности. С ним случилось то, что предсказал Господь Иисус Христос о тех юродивых, которые слышат Слово Божие, но не исполняют его. Они в силу некоторых обстоятельств построили свой дом душевный, но построили на песке, то есть на внешние обрядности религии и на расчетах. Они не углубились в ее суть, не сумели войти вглубь души своей, что возможно только при постоянном исполнении всех заповедей и искреннем покаянии в случае нарушения. В результате этого при первом сильном искушении дом пал, и было падение его велие. Как поверхностно была его вера, так поверхностно мелки и причины его сомнений и отпадения. Его вера была мертвой, верой от слуха. Он допускал, может быть, некоторую истинность веры в Бога, но своего личного опыта общения с Богом не имел. Вкусите и видите. Александр Осипов не был способен на это вкушение. Самое отречение его не есть результат искренних сомнений, искания. Нет. Слишком ничтожные указанные им самим причины отречения. Видно, что он человек практичный, человек мира сего. Пока положение его было более или менее прочно, пока можно было получать изрядный оклад. Он маскировался под верующего, целовал руки архиереев, презираемых им, и готовил юношей к пастырской деятельности. Когда же положение его стало колебаться, то он решил обеспечить себе твердое положение на другой кафедре. Пока не поздно и могут еще использовать его отречение и за это принять к себе, он поспешил это сделать. Когда Иисус Христос после насыщения пяти тысяч стал говорить о хлебе жизни, многие отошли от него, потому что не могли принять его слов. Они поступили честно. Их плотское умудрование не могло возвыситься до духа истины. Но Иуда не покинул Иисуса Христа, потому что носил ящик с деньгами и пользовался ими для себя. Он надеялся и на большее. Когда же узнал, что Иисус Христос не собирается на земле устроить свое царство, узнал, что его ожидает смерть, то использовал для себя и это, он перешел в лагерь врагов его, предал Христа и получил тридцать сребреников. Ведь все равно ему умирать. Недаром отрекающихся в настоящее время от Христа сравнивают с Иудой. Делается это не для оскорбления отпадших, они достойны великой жалости, а потому что в обоих случаях есть общее душевное устроение. Без веры, а лишь по выгоде шли за Христом, по выгоде и продали. Однако предатели никогда и нигде не пользовались доверием, а тем более уважением, Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Не было у Александры искренности до отречения, нет ее и в отречении. Он психологический юрод, построивший здание на песке. От небольшого искушения оно пало, и было падение его велье. Письма студентам Московской Духовной Академии 30 января 61 года В Москве дядя Ерем подарил мне книгу Амусина Иосифа Давидовича Рукописи Мертвого моря Я нарочно написал полностью имя и отчество Пока он приводит фактический материал, то очень интересно Когда же начинает рассуждать о значении открытий, то вид такой Смердяковщиной, что можно только поразиться, до какой степени ослепляет человека атеизм Да еще иудейский, с органической ненавистью к христианству Все атеисты, тем более воинствующие, абсолютно не способны понимать Евангелие Для них это воистину книга за семью печатями Когда нечистый дух семью другими злейшими себя Водворяется в душе кого-либо То не просто ослепляет, а по лукавству извращает все Как у сумасшедших, страдающих извращениями восприятий Галлюцинациями и прочими Только христианство делает человека нормальным, как было со святыми Норма человека — Христос «Живу не к тому аз, но живет во мне Христос» Если же большинство не может дойти до такой степени То сознают свое извращение и исправляют искаженные восприятия и взгляды по тем Кто достиг в меру возраста Христова Разговоры об истине с воинствующими атеистами совершенно бесполезны Однако, апология христианства среди нейтральных Могла бы некоторых обратить к более серьезному отношению к христианству Все эти размышления приходится кончать словами Игнатия Бринчанинова «Ладонью не остановить течение реки Спасай, яй да спасет свою душу» Говорил ли ты Ве о курсовой работе на тему апостол Павел Как выразитель и истолкователь Евангелия Можно было бы предложить такую тему Психологическое объяснение необходимости вычеловечения Господа Иисуса Христа Для спасения рода человеческого По творениям святителя Игнатия Бринчанинова Однако эта тема может быть доступна только тем, кто довольное время пытался жить аскетически и бороться с падшей природой человеческой Одним умовым изучением нельзя ничего сделать, даже и вполне верующему христианину 31 января 61 года Кончаю письмо уже после телефонного разговора Горе тем, кто оскорбит любовь матери Бесконечно горе, оскорбляющим любовь Божию Лучше бы им не родиться Вечное пламя в груди будет сжечь и не сжигать их Ну, я разболтался Будь здоров, родной Помоги тебе, Господи Письма студентам Московской Духовной Академии 24 марта 1962 года Я прочел статью Спинакина «В науке и религии» за 1962 год, номер 3 Нового для меня нет, кроме формы изложения Давно и мы, его атеизм, взвесили и нашли незаслуживающим ни веры, ни доверия Жаль, что статью о Корнале гораздо больше, чем сознаются Но существенного ничего не скажешь сверх того, что сказано И что мы сами знаем Меня больше заинтересовал ответ Александра Осипова на это письмо Обратил ли ты внимание, что и как он пишет? Он не отвечает ни на один затронутый с Спинакином вопрос Почему? Не знает, что отвечать И бессовестно с лукавством говорит о совсем посторонних вещах А как говорит? Самым варварским языком Два предложения на странице 32-й, левый столбец, не имеют подлежащего Множество фраз состоит из набора, нагромождения, иногда пустых слов Наконец, выражение «Вы совершаете передержку», «Вы пытаетесь обыграть», «Вы обыгрываете» и прочее Создается очень твердое убеждение в ненормальности Осипова в умственном и нравственном отношении Надо бы дать эту статью для анализа хорошему психиатру Думаю, что результат был бы недалек от моего впечатления Говоря словами Осипова, атеизм есть ассенизатор, подбирающий то, что извергает вон религия Осиповы, Дуломаны и подобные Но довольны об этом Хочется уйти подальше от этого духа Ты журнал отдай кому-нибудь или возьми статью и ответ, а прочее в печку У нас статья есть Хочется помыться, подержав в руках этот журнал Посмотри, кстати, фамилии членов редколлегии Есть ли хотя один русский человек? Приехали Письмо прерываю Субтитры делал DimaTorzok